И снова привет всем поклонникам игры Клондайков! Привет, друзья! С вами, как обычно, Юрос, и сегодня приготовил небольшое путешествие по моей домашней станции с целью получить уникальную монету в игре Клондайк. Возможно, многие про эту монету даже не слышали, но она существует и довольно редкая. Так получилось, что как раз уровень практически набрался. Сейчас мы съедаем улучшение на час двойной опыт, чтобы прибавлялся при совершении каких-то действий в игре. И заодно наберем уровень, посмотрим несколько статуй, узнаем, поскольку опыт из них выпадает, но и подарок за участие в марафоне принимаем. 50 изумрудов и какая-то постройка, которая оказывается просто подарком. Мы его разбиваем и получаем ресурсы. Полетели уголь, руда, керосин, алмазы, аметисты, пару динамитов и улучшалка. Вот так, ребята. Просто подарок мы получили за локацию, которую проходили менее чем за 6 часов, но это уже как бы в прошлом. И сегодня видео о том, как можно наменять, заработать много монет в игре Клондайк. Может быть, кто-то не знает, вот такой бонус существует в игре, каждый день его можно получать. Он генерируется случайно, бывает и нефть, 50 штук, трава, монетки выпадают, все что угодно. Так что не забывайте каждый день приходить и получать этот бонус. Открываем гнезда. Накопилось несколько сотен, возможно, кладок яиц. А также включаем сборщика золотых статуй. Он нам еще соберет статуи золотых кроликов. Очень интересно всегда это происходит. Огромное количество опыта, коллекций, но и всевозможных ресурсов иногда тоже отправляется на склад. За этим всегда интересно наблюдать. Но это мы уже видели, какое-то видео было по опыту. Сегодня у нас видео о том, как набрать громаднейшее просто количество монет. Клондайковских тугриков, можно так сказать, которых многим очень часто не хватает. Но, ребята, сейчас я покажу, как вот за небольшой промежуток времени набрать очень даже, ну, для меня, по крайней мере, огромное количество монет. И потом уже несколько месяцев даже не думать о том, сколько ты тратишь. Поэтому многие покупают кондо минимумы и ни в чем себе, можно сказать, не отказывают. Уровень набирается очень даже быстро. 700 тысяч опыта. Это, конечно, цифра небольшая. Поэтому особо заострять внимание на кроликах и на яйцах мы не будем. Сейчас совсем немного остается собрать уже коллекции. Улетает на склад опыт и коллекции. И теперь у нас задача посмотреть, какие статуи все-таки выгоднее в клондайке зарабатывать. Породистая корова. Ну, естественно, что она получается из коровы, которых мы кормим на локации. Породистая корова. Давайте смотреть, сколько опыта из нее выпадет. 0,98 тысяч. Вот такая сейчас цифра. Но их там 50. Вы не забывайте, что на ферме по 50 я всегда ставлю. 198. Вот так. Очень даже здорово. Корова дает нам 100 тысяч. В отличие от буйволицы. Буйволица, которая тоже, в принципе, нужна довольно часто в клондайке. Но из нее мы что делаем? Йогурт и блинчики на гриндей из буйволиного молока. А обычное молоко это и черника, и гоголь-моголь, сметана, кефир, вода и многое другое. По ценам. Корова стоит 3,750. Сразу покупаем, поставим. А буйволица 4,250. И я не сказал, что с золотой буйволицы, с 50 статуй золотых буйволиц, выпадает всего лишь 25 тысяч опыта. Так что, ребята, думайте, кого разводить. Нужны ли они вам? Лама больше 80 тысяч опыта. Но из ламы мы добываем только шерсть. Она нужна для фильтра, для производства, которое используется минеральной воды в ботаническом саду. И еще про одну забыл сказать. Овца 12,5 тысяч, верблюд 17. Ну и самое интересное, наверное, это, конечно же, на птицеферме я практически всегда развожу пингвинов. И смотрите цифру. 210 тысяч с одной статуей. Ребята, я думаю, эта цифра очень даже заслуживает внимания. 210 тысяч. Еще раз проверяем. 533. Взрываем еще 50 золотых статуй пингвина. Собираем опыт. 743. Все правильно. Кроме того, это колоссальнейшее просто количество коллекций. Коллекции это удача, шахтер, ковбой, изобретений, шаманское, а также фокусника. Ну и к тому же 210 тысяч опыта, ребята. Если вы хотите быстрее набрать уровень и у вас есть возможность собрать много червей, груш для производства, для кормления этих самых пингвинов. Так что можно заморочиться и уровень будет набираться довольно быстро. Вот такая цифра. Немного даже мы перебрали уже на следующий уровень опыта. Ну и возвращаемся к цифрам. С левой стороны это наши монетки игровые. Игровые монетки, которые можно получить, продавая, например, золото. Ну или меняя коллекции. Или продавая то, что у вас есть на складе. Сейчас мы несколько моментов разберем. Крыло. Крыло у нас участвует в создании набора гения и флюгер. Ну оставим какое-то количество. В принципе иногда я их делаю. Оставляем немного. Самородки с золотом. Можно все спокойно продавать. Они набираются очень быстро. И не думать в принципе о них. Рука не нужна. Тоже все продаем. И вы смотрите какие цифры. По цифрам получается очень даже красиво. Лунный камень. Он нужен нам для лунного стража. Для того, чтобы лунного стража кормить раз в два дня лунные камни нужны. Так что не будем их продавать. Самородок белого золота. Графин, шоколад и слиток золота. Это тоже мы оставляем. А все остальное можно со спокойной душой нажимать на полную и продавать. Осколок метеорита не продается. Лунный камешек. Плюс 14 миллионов. Огромный рубин. Это производство рыбы и рубиновой пыли. Тоже в принципе не особо нам это нужно. Не жалейте золота, которое у вас хранится на складе. Можно все попродавать практически. Оставляя... Ну вот сейчас мы дойдем до гороскопа. Гороскоп у нас это производство зеркал. Мы что их делаем тысячами? Тоже конечно нам его много не нужно. 7,5 например продаем. 37 миллионов улетело в копилку. Древний знак. То же самое. Нигде практически не используется. Спокойненько его превращаем в монетки. Алмаз 5 карат. То же самое. 113 миллионов плюс. Маска. Какое там улучшение в энергетической машине мы иногда используем. Оставим немного. Тигровый самородок. То же самое. 70 миллионов. Ребята вы посмотрите на цифры. И алмаз 15 карат. Алмаз 15 карат тоже в принципе можно весь продать. Но он где-то там что-то делает. Но для начинающих уровней. Так что вот такую цифру зарабатываем продавая. Алмазы 15 карат. Которые конечно собирались не один месяц. Все это происходило довольно долго. Дракон. Дракон тоже нам без надобности продаем. Ну а метисты даже трогать не будем. Их там помалу. По 50 и по полторы тысячи. С них особой пользы никакой мы не получим. 54 миллиона опять же отправляется в копилку от золота. Ну и хитрюга Боб. Рыба. Мягкая упряжь. Птицы ферма. И ботанический сад. В этих улучшениях и постройках он участвует. Так что можно его тоже продать. Мне оно пока без надобности. 30 грамм золотого песка. Ну и всевозможные самородки. Тоже все это можно продавать. Не думая что мы много потеряем. Тем временем миллион. Миллиард 880 уже миллионов. Продать. Еще продать. Ребята цифры конечно новые я думаю видите. Насколько это происходит все быстро, красиво. И в конце концов вот она. Вот такая монета которая называется платиновый миллиард в клондайке. Можно получить когда у вас 2 миллиарда. На счету набегает. Потом вы можете приспокойно ее поменять на деньги. Если в этом появится необходимость. Идем на склад. Я хотел в принципе на этом остановиться. Обсчитался немного с количеством золота и всевозможных ресурсов. Которые придется поменять. Получилось все намного быстрее. Но все таки доменяем мы. Из демона у нас сокровище гнезда звезды на Ханбулате. Я уже тоже там все сделал. Так что придется его тоже просто продать. Крупица белого золота. Это рецепт пудинга. И крокодил. Опять же по 12 тысяч 55 миллионов улетает. Остается у нас большой рубин и маленький рубин. Тоже не думаем о них и продаем. Алмазы. Нет не продаем. И орлы тоже нам нужны. И вот такая монета ребята. Я давно хотел попробовать получится ли получить ее. Но это конечно результат не то чтобы какой-то выдающийся. На сайте обменки например у кого-то там сфотографировано 41 такая монета. Ну представьте масштаб с которым ребята торгуют или меняют коллекции. Как они набирают вот такое количество денег. Дальше идем. Где еще можно заработать денег? По 5 тысяч. 2 тысячи продаем. Например шахтерской коллекции. Ну замки. Их тоже можно продать кирпичи которые из замков получаются за деньги. И самая всегда для меня интересная коллекция. Но 10 тысяч накопилось. Ребята я еще раз говорю это копится довольно долго. Но из кроликов коллекция камней собирается в принципе постоянно. Про кроликов мы уже с вами разговаривали и не раз так что они у меня плодятся всегда очень быстро. Ну и вот поменяли мы немного еще коллекции на опыт. И денег получилось 1 миллиард 294 миллиона. Идем на склад продадим кирпичи. Ну допустим 9 тысяч. Вот такая цифра. Плюс 31 миллион опять же отправляется в копилку. Ну черепицы немного. Немного черепицы. 2 200 меняем. Но все таки 22 миллиона опять же добавляется. Идем. Вот это самое интересное всегда для меня. Смотрите какая получится сумма. Ну я думаю это можно все таки заморачиваться с кроликами чтобы получить иногда. 240 миллионов отправляется к нам в копилку. 1.5 миллиарда на счету. И мне очень долго не придется задумываться где же брать деньги. Вот так друзья. Многие почему-то испытывают дефицит в монетах. Я думаю скорее всего это происходит от того что вы мало времени уделяете игре. Вот такую даже можно замечательную редкую уникальную монету заработать. Если проявить немного терпения. Потратить немного времени. Почаще заходить в игру. Общаться с друзьями. Ну в общем проводить жизнь в клондайке насыщенно, забавно и весело. Мы же все здесь кладоискатели которые нуждаются в деньгах. Поэтому наша главная цель это золото клондайка. Чем мы собственно и занимаемся играя в нашу любимую игру. Ну а вот такая интересная монета платиновый миллиард. Я думаю будет для всех довольно приличной наградой за настойчивость. На этом завершаем наше небольшое приключение которое было посвящено тому как заработать много денег в клондайке. Продолжаем играть в клондайк. Продолжаем добавляться в друзья вконтакте. Поставьте лайк и подпишитесь на канал если видео вам понравилось. Удачи всем ребята и до новых встреч на канале.